Пока мы сидели во время пандемии дома, мы не только занимались спортом, читали книжки, смотрели сериалы, и кто-то мечтал о светлом будущем, кто-то депрессовал, мы также все перебрали квартиру, квартиры, дома и перебрали свои гардеробы. И что я часто слышу от своих подруг и людей, которые вокруг меня, что все самые лучшие вещи уже были сделаны и куплены. И мы с Жанной смеялись, будучи в Каппадоке, над этим, что что же можно придумать еще. И она мне предложила сделать коллекцию, но я сразу сказала, что я не дизайнер, я себя не позиционирую как дизайнер, но я могу помочь создать вещи без времени, которые будут актуальны еще 20 лет. И мы решили сконцентрироваться на чем-то одном, и я сказала, что выбор будет исключительно в ту сторону, что я хорошо знаю, что я сама ношу, во что я верю. И одна из таких тканей – это бархат. В нем, с одной стороны, много праздников, с другой стороны, он мягкий и ассоциируется с чем-то и с театрами, и с такой порой эпохами, где действительно было много праздников и хорошего настроения. И, конечно же, ассоциируется с шампанским. Вот поэтому мы создали такую маленькую коллекцию, и я уверена, что каждый человек в ней найдет что-то свое любимое, что будет в его гардеробе украшать коллекцию. Мы постоянно обсуждаем тему благодарности. И мне казалось, путешествуя по миру, Рим, Милан, Париж, мой любимый Африка, Бутан, мне казалось, боже, это такая красота, как нам повезло, я так благодарна, что у нас все это есть. Но потом я оказалась в горах в Тибете и действительно поняла, насколько мы счастливые люди. И что надо быть благодарным не только за такие вещи, как оказаться в Большом театре, попасть в Италию, в отпуск, съесть вкусную пасту, но и быть благодарным за элементарные вещи, такие как теплая кровать, душ, теплая вода, о чем мы не задумывались до этого. И одно из самых важных моментов жизни – это дружба и люди, которые тебя окружают. И теперь, после пандемии, мы действительно изголодались в общении и стали более бережно относиться друг к другу, и стали ходить друг к другу в гости. Сначала в связи с законами, которые ограничивали нас в передвижении, а потом в какой-то момент мы действительно поняли, как здорово собираться в квартире маленьким количеством народа и иметь возможность поболтать, выпить шампанского, посмотреть кино, обсудить какие-то душевные моменты. И поэтому я предложила такой формат «Квартирникам», который как раз будет 27 мая, и съемка у нас происходит тоже в формате «Квартирника». Каким бы он был в 70-х или 80-х, например, на левом берегу в Париже или на патриках в Москве.